Привет, как говорят, зацепи одно и полезет другое. В смысле, меняешь что-то в ПК и это тянет за собой еще что-то. Сюжет я решил сделать лишь потому, что кому-то он может быть полезен. Но это не обзор и не подробный тест, а скорее отзыв пользователя. У меня Ryzen 7 2700 на 8 ядер 16 потоков. Я поставил его после 5-го Ryzen в эту же мать, Asus Prime B350MA. Но есть одно но. Данная мать да Юра поддерживает данный проц, а де-факто не очень подходит. Да, это жестко. VRM, то есть фаза питания процессора у нее для менее требовательных процов. И чего-чего может приказать долго жить при длительной нагрузке. Обратите внимание, что зона VRM вообще не охлаждается и может в этом случае страдать перегревом. Да и питальник у нее тоже скорее для средних процессоров. Было решено заменить мать на что-то более-менее доступное, надежное и микро ATX. И тут выбор оказался невелик. Подобрал две модели. От MSI, а именно MSI Mortar и Asus. TAV Gaming Pro B450M. Я решил основательно поинтересоваться их способностями узнающих людей на тематических форумах, изучил тесты и так далее. И остановился все-таки на Asus. Так как собрался подразогнать проц, ведь с этим камнем можно легко в разгоне достичь стоковой производительности флагмана 2700X. А что, тут у нас отличное охлаждение, радиаторы просто огромные. Питальника по идее хватит, чтобы раскочегарить мой камушек до красна и высоких частот. 4 ГГц возьмет, уже хорошо. А там может захочется поставить Ryzen 3000 серии, так что питальник нужен понадежнее. Кто-то скажет, что для 8 ядер нужен X-чипсет. Оно-то да. Но найдите-ка его в Micro ATX, да и за эту цену. А еще в процессе разборки моего ПК и сборки уже на новой матери заметил, что по весу она ощутимо так тяжелее, чем та, что была ранее. Но справедливости ради скажу, что работал на старой мамке проц с частотой 3.7-3.8 и даже стокового кулера хватало. Но длительные нагрузки на ней я бы давать не стал. Мать бюджетная. А на стоковой частоте в 3.2 я думаю, она бы жила и жила. Видео, где я затестил данную сборку, при желании смотрите, подсказка будет сверху. Обошлась новая мать недорого относительно 116 долларов или 3100 гривен или 7553 рубля. Взял также 2 плашки по 8 гигабайт недорогой и очень популярной памяти HyperX 2400. Точно такую, как стояла у меня ранее. Чтобы было 32 гигабайта для рабочих задач. И что бы вы думали, друзья? Ни хрена, ни старая, ни новая мать не стартует в систему, если занято все 4 слота. Причем с двумя, что теми, что теми, изи. И менял местами, и биосбрасывал нифига. Оказалось, что в совместимых с данными платами этой популярной памяти нет. Я даже Асус писал, мол, что за черт? Они тоже отписали о несовместимости. Прикольно, 2 плашки совместимы, 4 уже нет. У меня вышло так, что сначала я заказал память, а потом товарищ предложил мамку недорого, когда собирал себе ПК на первое платье. А вот теперь такой же памяти добавить не выйдет. Вот такой зашквар. Так что собираешь сборку, посматривая на всякие пожарные совместимы ли память с твоей мамкой, если собираешься расширять особенно. Да, бывает. Ну ничего, я готовлю для канала ультрабюджетный игровой ПК, там она и сгодится. В разгоне нам также понадобится лучшее охлаждение. И мне совершенно случайно и недорого достался родной боксовый кулер от Ryzen 2700X. Как же его было не купить, не поставить и не попробовать. Тут 4 медные трубки, массивная медная подложка. Выглядит довольно внушительно, но я бы заменил родную дубовую термопасту. Она тут не внушает доверия. Вот в сравнении с родным 2700 райзена. Плюс у него есть переключатель режимов скорости L и H. Ниже и выше обороты. Хотите звук турбины дома? Можно баловаться. Установить его проще некуда. Зацепив за ушки крепление, просто поворачиваем клипсу, прижимая его к процу. Красота. Установку и подключение оставлю за кадром. И стильно же вышло, не так ли? Красота же. И все это в микро АТХ корпусе. Ну что же друзья, теперь нам не надо новогодней елки. Кулер красив, зараза. Первым делом я обновил биос и разогнал проц. Максимум, что я выжил из него это 4.1 ГГц. Охлаждение справляется хорошо, особенно если включен режим HIGH. Только вот работает по звуку, как мой ручной пылесос. Все-таки дубовую родную термопасту заменю обязательно. На 4.2 ПК тоже стартовал с напряжением 1.35, но на тестировании ввис. А повышать напряжение, насиловать проц и мать я не буду. Да и кулер этот все же тоже не для этого. А реально хорошие кулера стоят как почти 3 таких как он, что я взял на OLX за 700 гривен. Зато true AMD. А если поднять множитель до 37-38 и оставить все на авто, то можно и так работать. Что я получил? Прирост в рабочих задачах, где нужна вычислительная мощность, при разгоне это само собой. Также я заметил, что игры идут более стабильно. Линия времени кадра более ровная, то есть фризов будет меньше. Так что материнка с хорошим питанием, как вы понимаете, это очень даже важно. Особенно если вы планируете в будущем апгрейд процессора. По-моему со всем, что тут сейчас есть, 3.8-4 ГГц это нормально. А в рабочих приложениях типа Adobe Premiere и After Effects само собой рендер ускорился, процесс монтажа тоже отличный. Повторюсь, кому интересны тесты игр с этим камнем, процессором Ryzen 7 2700 и Vidya H1080. Видео тоже добавлю в описание, как и всю конфигурацию сборки. Так что с этой матерью сюда можно смело ставить даже топовый Ryzen 7 2700X и быть спокойным. Как недостаток маловато USB разъемов, у конкурентов побольше. И маловато разъемов под корпусные кулера, 2 штуки. В целом вышла мощная надежная сборка в достаточно миниатюрном формате. Хотя есть такая же плата и в ATX формате. Но весит эта коробочка ого-гошеньки. В следующем видео мы посмотрим на глобальную версию смартфона Meizu Note 9. Потом уже соберу один из самых дешевых игровых вариантов на базе процессора Ryzen. Всем удачи и всем пока, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok